Сегодня я имею особую привилегию представить вам моего сына Джонатана Юсефа. Вы уже слышали его проповеди. Он любит Господа, прекрасно проповедует Слово Божие. Вы услышите проповедь, несущую в себе вызов. Это послание о конфликте двух царств. Мы живем в этом мире, но мы не от мира сего. Проповедь Джонатана принесет вам благословение. Поэтому слушайте внимательно и с молитвой в сердце. Благословение. Что я должен делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Давайте рассмотрим беседу Иисуса с богатым юношей. Он задает Иисусу вполне ясный вопрос. Что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь? Что мы думаем об Иисусе и как мы можем унаследовать вечную жизнь? Вопрос задает Иисусу богатый юноша. Но прежде чем мы перейдем к нему, я хотел бы обозначить, что окончательный ответ на этот вопрос звучит в стихах с 31 по 34. Я бы хотел, чтобы мы прочитали ответ, который Иисус дает юноше. И уже когда мы будем знать ответ, мы сможем посмотреть на весь этот отрывок, на всю их беседу сквозь призму того, что в итоге ответил ему Иисус. Поэтому начнем читать с 31 стиха. Отозвав же 12 учеников своих, сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Его предадут язычникам и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Мы должны полностью осознать, что все, о чем мы будем говорить, все, что касается Царства, все, что касается вечной жизни, все это приходит к нам. Все это мы наследуем только благодаря жертве Христа, без поругания над Христом, и без того, что Христос был вознесен на крест, не может быть жизнь вечной, не может быть Царство. И тогда грех, который мы носим, остается с нами. Сами себя искупить мы не в состоянии. И мы должны понимать, что это не было чем-то новым. Иисус сказал, что совершится все, что сказано пророками о Сыне Человеческом. Поэтому это не план Б. из-за того, что люди сами не справились. Но план был именно таким от самого начала. Никогда не было задумки, что человек сам совсем справится без помощи Бога. Об этом звучали пророчества. Народ Божий ожидал этого. Святые Ветховы Заветы с нетерпением ждали, когда наступит тот день, когда Сын Человеческий проложит людям путь к Богу. И сегодня мы можем оглянуться и увидеть то, что ранее было сокрыто. А теперь полностью открыто для нас. Я говорю о жертве Христа. Жертва Христа. Жертва Иисуса. Пожалуйста, не забывайте о Его жертве и о том, что Он умер за нас с вами. Мы возвращаемся к стихам, стоящим перед этим. Но прежде чем мы приступим к отрывкам, где представлен диалог Иисуса и богатого юноши, я хочу обратить ваше внимание на то, что говорится об Иисусе и маленьких детях. Я верю, что Лукан намеренно поместил эти два повествования в одну главу. Давайте с вами прочитаем 15 стих. «Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им». Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. Теперь, когда мы смотрим на Царство и на жизнь вечную сквозь призму жертвы Христа, мы приходим ко второму выводу. Мы принимаем жизнь вечную, принимаем Царство даром. Мы получаем это даром. Мы понимаем, что дети ничего не могут добавить, внести свой вклад. Мы видим, что ученики возбраняли им подходить к Иисусу. Они думали, что дети только потратят время Иисуса впустую, потому что им нечего Ему предложить. Но Иисус, наоборот, говорит, «Пустите детей ко Мне, ибо таковых есть Царство Божие. Оно принадлежит таким, как детям». Означает ли это, что Царство унаследует только малые детям? Что такого есть в маленьких детях, чему нам стоит подражать? Дальше Иисус отвечает на этот вопрос. Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него. Мы принимаем Царство даром. Мы не можем его купить, и скоро мы с вами в этом убедимся. Мы не можем его заработать, как это видели фарисеи. Мы не можем украсть Царство или чем-то заслужить Его. Мы принимаем Его даром. Это иллюстрация того, как мы принимаем Царство Божие. В смирении. Потому что сами мы не в состоянии Его заслужить. Мы на это не способны. Но это стало доступным для нас через жертву Христа. Это был наш первый пункт в сегодняшней проповеди. Тогда сам вопрос, который был задан от начала, должен быть сформулирован иначе. Если вы помните, юноша задал вопрос, что мне нужно делать, дабы унаследовать Царство Божие. Для того, чтобы унаследовать вечную жизнь, не нужно что-то делать. Потому что для этого уже все сделано. Но это часть нашей человеческой природы. Мы всегда хотим что-то сделать, чтобы нам что-то заслужить. Мы хотим, чтобы это было нашей личной заслугой. С самого начала мы стараемся изо всех сил вернуться в Эдем с помощью наших дел. Но нам не вернуться туда через дела. Мы принимаем Царство даром благодаря жертве Христа. И мы переходим к нашей основной истории о богатом юноше. Что он спрашивает у Иисуса сразу после того, как услышал, что он должен быть таким, как малые дети, дабы войти в Царство Божие, он тут же спрашивает, что я должен делать, дабы унаследовать вечную жизнь. Что я должен делать? Как мы уже сказали, сам вопрос, что нужно делать, звучит нелепо. Он не уяснил первый урок, что Царство Божие принимается даром. Но вот как он заводит беседу с Иисусом. Он обращается к Нему «Учитель Благой». На что Иисус отвечает, «Почему ты называешь Меня благим?» «Никто не благ, как только один Бог». Для чего Иисус это сказал? В иудейской традиции термин «благой» использовался только по отношению к Богу. Они не использовали этот термин по отношению к человеку. Значит ли это, что этот юноша признавал, что Иисус был не просто человеком, а Богом воплоти? Думаю, что здесь Иисус хотел прояснить, что этот юноша понимал под благостью, насколько благим он представлял самого себя. Ответ мы увидим в следующих стихах. Иисус начал перечислять ему заповеди Божии. И в ответ на это богатый юноша ответил, «Все это сохранил я от юности моей». Он считал себя благим. Он думал, что он такой хороший человек, ведь он соблюдал все заповеди. Он думал, что его благость спасет его. И поэтому его первоначальный вопрос звучал так, «Что я должен делать, дабы унаследовать жизнь вечную?» Ни во что я должен верить, или что знать, но что я должен делать, вместо того, чтобы принять царство даром. Он не задумывался о том, какие у него должны быть отношения с Богом, как он может почтить его. И в 22 стихе Иисус показывает ему, как именно он может выразить Богу свое почтение. «Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и следуй за мной». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус указал этому юноше на пробел в его поклонении Богу. Он показал сферу, в которой он отказывался следовать за Богом. И это следующий пункт данного послания. «Примет царство даром, но ожидая, что в каком-то смысле это будет стоить тебе всего». Для этого юноша его богатство было сферой жизни, которая показывала всю его сущность, в чем было сокровище его сердца. Прояснился факт, что он на самом деле не жил для Бога. Итак, в нашей истории о богатом юноше происходит две вещи. Во-первых, богатый юноша, как оказалось, не такой хороший человек, как ему кажется. Он не может заслужить жизнь вечную и заработать свой путь в царство. Он должен уяснить для себя урок с маленькими детьми. У него есть ресурсы и статус, и полагается он на свое послушание. У детей всего этого нет, но он должен принять царство Божие даром. Его любовь к деньгам на самом деле лишь симптом того, где он еще не дотягивает. И также он должен увидеть, что когда он унаследует жизнь вечную, то в каком-то смысле это будет стоить ему всего. Христианство не означает, что вы обращаетесь к Богу, и потом все в вашей жизни вам дается легко. Христианство — это когда мы каждый день умираем для себя. В 17 главе Иисус говорит своим ученикам, что в день, когда вернется Сын Человеческий, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Возможно, вы спрашиваете, как тогда понять слава Иисуса в 11 главе Евангелия от Матфея, «Ибо иго мое благое, бремя мое легкое». Здесь говорится о том, что вы не должны пытаться это заслужить. На вас не должно быть бремени, как бы вам заслужить спасение, чтобы на основании ваших заслуг иметь право войти в царство. Потому что Христос уже все для вас совершил. Вы должны покоиться на том факте, что все, что для этого нужно, уже совершено. И это очевидно из урока о малых детях. Теперь вопрос только в том, верю я в это или нет. Потому что если то, что я только что сказал, является правдой, то все, что нужно, уже совершилось. Потому что если мы посмотрим на это сквозь призму того, что сказано в стихах с 31 по 34, сквозь жертву Христа, то мы осознаем, что следовать за Богом будет нам чего-то стоить. Нам будет чего-то стоить следовать за тем, кто уже все для нас сделал. Мы должны будем подчиниться тому, кто исполнил все требования для того, чтобы мы могли принять вечную жизнь. И мы каждый день должны стараться подчинять ему в нас все то, что еще сопротивляется. Богатый юноша был на это не способен. Его деньги стали для него камнем преткновения. Он отказался отпустить свое упование на деньги. Он слишком сильно любил деньги, свое имение. Богатство стало между ним и его желанием унаследовать вечную жизнь. Проблема была не в том, что у него было большое имение. Дело не в количестве денег. Все дело в сердце. Все дело в том, в чем состояло его сокровище. То, что нам не нужно зарабатывать свое спасение, еще не означает, что вообще нет никаких условий. Царство действительно дается нам даром, но от нас требуется отказаться от всего остального, что может контролировать нашу жизнь. И это логично, потому что Царство Божие подразумевает, что там царствует Бог. Если вы хотите быть там, где ладычествует Бог, где вся власть принадлежит Ему, вам нужно быть готовыми отказаться от того, что еще контролирует вашу жизнь. Возникает вопрос, от чего вы еще не готовы отказаться ради Царства Божьего? От чего вы не готовы отказаться ради Господа? Может, это деньги? Или ваш статус? Или отношения? Вы знаете, где именно в вашей жизни вы еще не готовы отказаться от чего-то ради Господа? Это знаете, возможно, только вы. Иисус показывает этому юношам, что он не готов отказаться от своих денег. Услышав это, юноша весьма опечалился и отошел от Иисуса. После этого Иисус говорит, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Но мы знаем, что богатые люди унаследовали небеса. Авраам был очень богат. Давид, разумеется, тоже был богатым человеком. Поэтому здесь не говорится, если ты богат, ты не попадешь в Царство Божие. Но, по сути, здесь говорится о том, что богатым людям трудно отказаться от любви к своим богатствам, к своим деньгам. Точно так же, как если вы благословлены чем-то материальным или каким-то подарком, то вам трудно от этого отказаться. Это становится вашей безопасностью, тем, что вас определяет. Но Царство купить нельзя. Его нельзя заработать. Сам человек не способен сделать что-то, благодаря чему он заслужит право войти в Царство, унаследовать Его, вне зависимости от богатства. И тут возникает вопрос. Кто же тогда может спастись? Иисус отвечает, невозможное человеком возможно Богу. Бог может работать в нас, чтобы изменить нас с вами. Он должен действовать внутри нас, меняя наши сердца, чтобы мы осознали, что мы не сами своими делами зарабатываем свое спасение. И Он работает с нами, чтобы мы могли быть готовыми отказаться ради Него от того, за что мы держимся вместо Него. Смиримся ли мы до такой степени, что скажем? Я не смогу ничего больше добавить к тому, что для меня уже сделал Христос. Я думаю, что большинство из нас уже пришли к этому осознанию в своей жизни. Но не стоит забывать, что несмотря на то, что мы приняли Царство даром, нам это будет стоить всего. Мы должны полностью изменить свои ориентиры. И мы никогда не должны вернуться к мышлению, что мы можем заработать свое спасение, свое место в вечном царстве, своими добрыми делами. Мышление будет тянуть нас в эту сторону, но мы должны сопротивляться такому мышлению. Поэтому Павел в 12 главе Римлянам говорит, «Не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Это обновление ума затяжной процесс. Это происходит каждый день и каждый час, потому что периодически мы позволяем чему-то другому, кроме Бога, становиться на первое место по важности. И мы должны признать, что нам нельзя этого допускать. Мы должны просить Бога, чтобы в момент трудности и переживаний Он Сам направлял наше сердце, направлял наше мышление и помог нам осознать свою зависимость от Него. «Примите царство даром, но ожидайте, что это будет стоить вам всего». И верьте, что игра стоит свеч. В 28 стихе Петр задает логичный вопрос, вытекающий из контекста. «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он хочет сказать, «Моя жертва стоит того?» «Стоит ли чего-то все то, от чего мы отказались, чтобы следовать за тобою?» Возможно, вы сегодня тоже задаетесь этим вопросом. «Значит ли что-то все то, от чего я отказался ради Господа?» «Учитывает ли Бог все мои жертвы?» В ответ на это Иисус сказал, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время, и век будущий, жизни вечной». Что это значит? Если я пожертвую свой дом, свою машину, какому-то служению ради Божьего дела, означает ли это, что я получу взамен много домов и много машин? Не думаю, что Иисус это имел в виду. Иисус говорит здесь, что если вы приняли Царство даром, отказавшись ради Господа от кого-то или чего-то, что было для вас идолом, за что вы держались обеими руками, то взамен этого Бог даст вам что-то во много крат лучшее. Нет ничего в этом мире из того, что вы можете отдать Богу, от чего вы можете отказаться ради Господа и Его Царства, на что вы будете оглядываться с сожалением. Но вы получите благословение. На самом деле, реальность в том, что когда Иисус говорит, «Нет никого, кто оставил бы все ради Царствия Божия и не получил бы гораздо более в сие время и век будущей и жизни вечной». Он имеет в виду в качестве награды, в качестве лучшего подарка в нашу жизнь самого себя. Мы получим самого Христа. Может, вас это не очень впечатлило, потому что наше мышление привыкло к тому, что я получаю то, за что я заплатил. Я получаю по своим заслугам. «Если я хороший, честный христианин, то в мою жизнь придет что-то доброе. Если я плохой человек, если моя вера слаба, если я оступаюсь, как христианин, то меня ждут неприятности, но не так действует Царство Божие». Дождь спадает на праведных и грешных. Разного рода трудности, болезни, проблемы и трагедии могут затронуть как тех, кто находится во Христе, так и тех, кто вне Христа. Вопрос в том, в ком состоит ваша надежда и идентификация, и на кого вы возложили ваше будущее. Христианин, который принял Царство и ожидает, что следовать за Христом будет стоить ему всего, может просто знать и верить, что игра стоит свеч, что это реально того стоит. Если я потеряю все свои активы, разве будет это означать, что Христос оставил меня? Я могу потерять здоровье, но будет ли это означать, что Христос меня оставил? Возможно, я не получил то, чего желал больше всего на свете, ребенка, мужа или жену. Но означает ли это, что Христос оставил меня? Нет, и еще раз нет. Мы имеем Христа. Он призывает нас иметь новую идентификацию в нем. Истинное отождествление с ним. Он с нами. Христос в нас, чтобы даровать нам семью и научить нас любить так, как Он возлюбил нас. А Христос знает лучше, что будет лучше для нас. Он желает для нас лучшего, и Ему реально виднее, что лучше для нас. У вас есть Христос, который даровал вам спасение, и вам не нужно его как-то зарабатывать и заслуживать. У вас есть Христос, который даровал вам будущность, а не просто временное существование. Он дал нам вечную жизнь, и это куда более значимо. Он даровал нам в грядущем веке жизнь вечную. В жизни вечной мы имеем Христа. И это ответ на вопрос богатого юноши о том, как унаследовать вечную жизнь. Все это стало доступным для нас с вами благодаря жертве нашего Господа Иисуса Христа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...